Микс Ньюс. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Из Рик Корин. Начинаем нашу медицинскую программу. Профессор Игорь Саламати у нас в студии. Добрый день. Добрый день. Как раз вот сейчас мы и обсудим такие актуальные темы из офтальмологии. Что сегодня будем обсуждать? Сегодня мы будем обсуждать два вопроса. Первый вопрос – это возрастные изменения сетчатки. И второй вопрос – это будет инновация в офтальмологии. То есть, чем мы сегодня можем, так сказать, гордиться. И что нас ведет вперед. Ну, начнем с последнего. Про инновации в офтальмологии. Сегодня мы находимся на стыке очень многих наук. И поэтому наука о глазах, она в наши дни практически преобразилась. Если раньше, я уже несколько раз упоминал это, оружием врача-офтальмолога было зеркальце и настольная лампа, то сейчас, в принципе, оружием офтальмолога уже становятся генной инженерии, становятся стволовые клетки. И стволовые клетки. Да. И аналоги ДНК вирусов и так далее. Без которых мы сейчас уже практически себе не видим будущего. Надо сказать, что вот благодаря такой позиции на стыке наук мы обнаружили, например, что многие заболевания сетчатки, связанные с возрастом, так называемые возрастные дегенерации сетчатки, когда у людей после 65-70 начинается атрофия клеток сетчатки и теряется возможность читать. Для того, чтобы читать, им надо использовать или лупы, или какие-то телескопические очки. И это, в общем-то, конечно, особенно для людей пожилого возраста, очень серьезный удар, поскольку чтение, просмотр телевизионных программ, работа с компьютером для многих все-таки является основным видом деятельности для того, чтобы себя каким-то образом поддерживать в социальном поле. И поэтому, что мы обнаружили? Обнаружили то, что, оказывается, в основе всех этих дистрофических заболеваний глаз, раньше упоминали в основном атеросклероз, изменение сосудов, нарушение кровообращения, нарушение сердечной деятельности, то мы обнаружили сегодня, что в основе лежит цитомегаловирусная инфекция. Оказывается, что инфекция, которую человек незримо перенес на ногах, вирусная инфекция, может вызывать вот такие изменения. Они запускают процесс воспаления в сетчатке. Этот процесс воспаления приводит к изменению стенки сосудов. Сосуды начинают немножко подкравливать. Это кровеносные тельца выходят за пределы сосудов, образуют такие муфточки вокруг сосудов, сдавливают их, и в результате наступает гипоксия, то есть недостаток питания того места, где эти сосуды кровоснабжают сетчатку. И в результате появляется ситуация, на которую организм вынужден реагировать образованием новых сосудов. Так называемые новообразованные сосуды появляются, а это уже так называемый прямой путь к появлению влажной дегенерации сетчатки. И, казалось бы, ну откуда дегенерация сетчатки, атеросклероз, изменение артериального давления, патология сердца, и вам здесь подайте, пожалуйста, цитомегаловирусную инфекцию. В результате сегодняшнее лечение вот таких изменений возрастных сетчатки связано не только с улучшением деятельности сердца, улучшением деятельности сосудов, но и борьбой с вирусной инфекцией, что в общем-то довольно эффективно. А вот вы сказали, перенесли на ногах вот эту цитомегаловирусную инфекцию, то есть человек может даже особенно не чувствовать какое-то недомогание? Дело в том, что как и герпес, так и цитомегаловирусная инфекция, они довольно тропичны, то есть они имеют как бы прописку в основном в нервных клетках. И точно так же, как при вирусе герпеса, довольно часто мы не видим никакой тяжелой патологии. Только тогда, когда уже снижается иммунитет, когда у человека наступают какие-то отклонения в сопротивляемости организма, вот тогда эта инфекция себя дает знать. А до этого она как бы является нормальным фоном нашего проживания, нормальным фоном нашего бытия и никак о себе не заявляет. На самом деле сегодня человечество переживает самую, наверное, глубокую пандемию вирусных инфекций, герпеса, цитомегаловирус, других вирусных заболеваний, которые, в общем-то, проходят незаметно. Если они активированы, если у человека снижен иммунитет, конечно, они могут себя проявить. И проявления могут быть самые разнообразные. Это могут быть и суставные изменения, это могут быть и кожные проявления, это могут быть изменения на слизистых оболочках нашего организма. И глаза, конечно, тоже не могут быть отдельно своим существованием. Так что это первое. Второе из инноваций, которые нам понравились тоже, и сегодня мы можем говорить об этом достаточно серьезно, это проблемы, связанные с глаукомой. Мы уже говорили о том, что глаукома, к сожалению, не является излечимым заболеванием. Практически мы можем поддерживать только внутриглазное давление на должном уровне. Но запускается механизм апоптоза при глаукоме, то есть механизм самоучтожения клеток. Причем, почему это запускается и какие условия способствуют запуску таких процессов внутри зрительного нерва, до сих пор не было известно. Но сегодня при помощи генной инженерии все-таки удалось найти природу такого механизма самоучтожения. Кроется эта природа в изменениях митохондрий, то есть электростанций клеток, которые вырабатывают внутриклеточную энергию. И изменение некоторых так называемых аллелей генов или изменение структуры генов приводит вот к такому запрограммированному изменению электрических станций клеток, которые находятся в зрительном нерве. Если немножко изменить структуру этих генов, то это не произойдет, и в результате человек не ослепнет. То есть в результате у человека не будет атрофических изменений со стороны зрительного нерва. Поэтому это очень важный аспект, и сегодня он разгадан. То есть есть возможности идти дальше, и есть возможности, в общем-то, эти проблемы решить. Конечно, это сегодня пока решается на уровне лаборатории, на уровне, так скажем, простых мышей и кроликов, но недалеко то время, когда все-таки это может быть и в области зрительного нерва человека. Тем более, что уже заявлено у нас, например, исследование по некоторым модификациям препаратов, которые как раз вот и предназначены для защиты зрительного нерва вот от таких воздействий нарушения его питания. И следующие инновации, которые сегодня очень актуальны, это, конечно, проблемы, связанные с развитием близорукости у детей, с развитием школьной близорукости. Не секрет, что близорукость – это не заболевание, в принципе, это ошибка оптики. Она, конечно же, может изменить образ жизни, она может сказаться на будущих профессиях наших детей. И поэтому со счетов ее, как днешний, никогда нельзя сбрасывать, потому что речь идет вообще о социальной и о рабочей реабилитации в будущем. Потому что если у человека близорукость зашла слишком далеко, то это вызывает уже органические изменения внутри глаз. И, собственно говоря, из таких ошибочных изменений это уже переходит в болезнь. Поэтому, конечно, нам нужно тщательнее изучать это явление, почему у одних детей развивается близорукость, у других детей не развивается близорукость, и что же может предотвратить развитие близорукости. Ну, я уже делился этой теорией, но, в принципе, когда родители меня спрашивают, что можно сделать для того, чтобы у детей не прогрессировало или не развивалась близорукость, я всегда говорю, надо детям запретить читать и писать. Ну, и, конечно, работать, конечно, с этими всякими гаджетами и компьютерами. Но проблема стоит в том, что, с одной стороны, это сделать невозможно, прогресс идет вперед, и мы не можем своих детей ограничивать в этом прогрессе, с одной стороны. С другой стороны, вы понимаете, что сегодня запретить ребенку читать, это, в общем-то, по-моему, хуже наказания не придумаешь, потому что вообще уже никто ничего не читает, тем более книги, все читают только компьютеры, гаджеты, планшеты и так далее, что, в общем-то, очень плохо отражается на зрительных функциях, потому что вызывает довольно сильное зрительное напряжение, и это приводит к спазму мышц, которые регулируют зрение на различном расстоянии и может привести к так называемой ложной близорукости. Ну вот, и что же делать сегодня, какие инновации могут способствовать профилактике близорукости? Я уже, наверное, упоминал, но сегодня придумана ситуация, когда каждому школьнику, начиная с первого класса и примерно до десятилетнего возраста, капают один раз в день капли атропина в очень маленькой концентрации, и в результате этой капли приводит к тому, что у ребенка исчезает спазм. Один раз в день. Спазм, связанный с как раз напряжением зрения при работе вблизи. И это, ну, по данным японских и китайских офтальмологов, это у них все это получило очень сильное развитие, это привело к тому, что практически удалось в 90% случаев предотвратить наступление близорукости. Вы знаете, что если вы приедете в Сингапур или в Южную Корею, или там в Китае, ну, в Китае, наверное, меньше, потому что там народ победнее, а так, ну, встретить человека без очков в этих странах, ну, практически невозможно, по-моему. Все ходят там в очках. В очках. Да, оптическая индустрия, там просто рай абсолютный. Вот, и все там, конечно, пользуются. Вот, кстати говоря, вот коррекция зрения, лазерная коррекция зрения, она сейчас очень популярна в Китае, вот, но сингапурские доктора, которые имеют, ну, превосходно оснащенные институты, прекрасные лаборатории и прекрасные исследовательские центры. Да, 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 я там как раз и был недавно. Вот, и мы посетили научно-исследовательский институт в Сингапуре глазные болезни. И, ну, надо сказать, что мы, в общем-то, от них недалеко отстали. Мы тоже на уровне находимся. Просто количество аппаратур, конечно, там внушает такую священную радость. Ну, рынок, там побольше, так можно сказать, населения все-таки больше. Ну, там, да, там немножко больше населения, с одной стороны, и, с другой стороны, в принципе, и деньжат у них немножко побольше. Да, уж, это точно, да. Вот, хотя, я думаю, что если правильно вести дело, можно и не обижаться. Таким образом, удалось на 90% задержать. То есть, для них это шикарный шаг вперед, то есть, это удар под дых оптической промышленности. Я думаю, что надо будет делать все, чтобы эти капли вообще никогда на рынках не появились. Вот, потому что, скажем, на рынках Европы, Соединенных Штатов, Америки и так далее, эти капли пока оффлейбл, то есть, их нельзя без согласия определенного и без согласия этических комитетов применять у детей, тем более. Вот, поэтому, естественно, будет сделано все, чтобы они, конечно, не появились на этом рынке, для того, чтобы сделать все-таки продуктивную работу нашей оптической промышленности в Европе или в Америке. Еще одна инновация связана с роговицей. Вы прекрасно знаете, что лечение роговицы довольно часто связано с ее пересадкой. Дело в том, что у многих людей в результате различных заболеваний роговицы из прозрачной становится мутной. Это может быть связано и с травмами, это может быть связано и с ожогами, в первую очередь, это может быть связано и с перенесенными операциями, это может быть связано и с врожденными заболеваниями, которые вызывают помутение роговицы. Так вот, одним из методов пересадки роговицы является послойная пересадка, то есть, когда роговицы пересаживают не полностью, а по слоям. Именно тех слоей пересаживают, недостаток которых явно ощущается при каких-то заболеваниях. И вот изнутри роговицы выстилают такой слой клеток, который называется эндотели, они выполняют роль насосов. То есть, поскольку роговица бессосудистое образование, то питание ее осуществляется за счет диффузии питательных веществ изнутри глаза в роговицы. И вот как раз насосом являются вот эти клетки эндотели. И при их поражении, потому что их количество ограничено, и, к сожалению, абсолютно отсутствует регенеративная способность. То есть, если мы потеряли эти клетки, то они уже не вернутся. И понятно, что при определенных заболеваниях, при оперативных вмешательствах мы можем эти клетки травмировать, и их количество становится меньше. Может дойти до критического числа, когда уже, в принципе, они перестают работать. То есть, жидкость внутри роговицы проходит, а назад уже нет. Это вызывает отеки роговицы, это вызывает определенные образования таких кист на поверхности роговицы. Они лопаются, а поскольку роговицы очень хорошо иннервированы, то ощущаются очень сильные боли и рези в глазу. И чаще всего это встречается у пожилых людей. Ну вот, и поэтому сегодня, конечно, в эпоху, когда у нас вокруг очень много развитых стран, там созданы такие глазные банки. То есть, они берут материал от умерших людей, если он подходит, и из него приготавливают вот такие трансплантаты. Это можно и делать клеточные трансплантаты, можно делать полностью роговичные трансплантаты. В общем, можно делать послойные. И была придумана методика, когда можно было пересаживать вот слой этих эндотелиальных клеток внутрь пораженного глаза. Они приживались там, и в результате глаз начинал функционировать более-менее нормально. Но это не во всех случаях. В некоторых случаях было и отторжение. И сейчас оказалось, что всё-таки, благодаря современным методам исследования, оказалось, что всё-таки есть среди этих клеточек определённый тип, который может регенерировать. То есть, у самого человека могут появляться новые клетки без вмешательства извне, без пересадок. Интересно. Вот. И поэтому сейчас появилась абсолютно новая методика. Просто было решено убирать поражённые клетки, то есть, в своей массе, которые поражены, оставлять такие островки клеток, которые более-менее способны к регенерации. И в течение 3-4 месяцев эти клетки полностью замещают клеточки, которые поражены. И в результате налаживается работа роговицы. Вот. Так что, в принципе, конечно, сегодня достаточно интересные методы. И вот один из них, я считаю, тоже очень уникальный метод, который хотелось бы, чтобы быстрее появился на рынке. Это метод, скажем так, искусственных капель, которые пересаживаются внутрь глазом. Капель именно. Именно капель. Проблема заключается в следующем. Представляете, вот в основном глазными заболеваниями болеют люди пожилые. Люди пожилые, у которых бывает и катаракты, и глаукомы, и дистрофия сетчатки. Там ещё куча заболеваний, о которых мы ещё не говорили, но впереди у нас есть время, и мы поговорим об этом. И вот этот человек, который уже не уйдет практически, у которого, может быть, не быть родственников или родственники на работе, в течение дня он находится там один дома, он должен себе закапывать какие-то капли. И вот куда он будет капать? Конечно, мимо. Ну, капли сегодня стоят недёшево. И каждая капля довольно золотая появляется. Что нет эффекта, он мимо капает, да? Да, и он мимо капает. В результате, долго думали и придумали, значит, сделать такой имплантик, я бы сказал трубочку, грубо говоря трубочку, ну, в принципе, действительно это похоже на трубочку, которая является аналогом или субстратом того лекарственного препарата, которым человек нуждается. Эту трубочку вводят в слёзный канал. И там она находится в течение примерно трёх месяцев. Постепенно растворяясь, эта трубочка выделяет лекарственные вещества в определённой последовательности, потому что это запрограммировано при помощи нанотехнологий. И в результате человек получает вот эту порцию лекарственных препаратов в то время, когда ему не нужны. То есть ему не надо бутылочки вот эти копить, ему не надо мимо капать и так далее. То есть это и не надо делать хирургии. В некоторых случаях спасением от того, чтобы капать препараты, постоянно является хирургией. Но это тоже не совсем хорошее мнение. Профессор Евгений Слава, это у нас в студии. Привёлся ненадолго новость рекламы. Я вижу, что есть и звонки. Продолжим и об этой капле говорить, и о других актуальных темах. Не переключайтесь. Ещё раз добрый день. Профессор Евгений Слава, это у нас в студии. И вот как раз мы остановились на этом замечательном изобретении. Всё гениальное просто. Не знаю, насколько это просто. Но тем не менее, эта система, где капли сами растворяются в глазу, она всё-таки работает. Да-да, она работает. И уже, кстати говоря, на основе этой идеи были созданы такие капсулки, микрокапсулки, которые при помощи инжекторов вводятся внутри глаза. В основном это капсулки, которые понижают или внутриглазное давление, или работают как противовоспалительный препарат. И чаще всего эта инъекция помогает при отёке сетчатки, при диабете, или при воспалительных заболеваниях сосудистой оболочки глаза, которая называется увейты. Работает она на три месяца. Конечно, там не всё безупречно, потому что она может вызывать постоянное нахождение капсул внутри глаза, может вызывать катаракту, потому что ещё не всё так хорошо очищено, как хотелось бы. Но тем не менее, почин есть. И я думаю, что и дальше это будет идти вперёд, и будет помогать нам справляться вот как раз с тем, что пациенты бессильны сами себе каким-то образом помочь. Теперь мы поговорим о заболеваниях, которые, в принципе, связаны с возрастными изменениями сетчатки и зрительного нерва. Ну, чаще всего мы, конечно, упоминаем проблемы сетчатки. И я уже говорил о том, что есть такая проблема, как дегенерация сетчатки, и почему она происходит, я уже тоже рассказал. Оказывается, в основе лежит инфекция, и в ответ на неё возникает ухудшение снабжения сетчатки питательными веществами и кислородом, и на этом фоне возникают проблемы с умиранием клеток рабочих, в результате чего человек теряет центральное зрение. Ну вот, появилась в Израиле одна компания, которая решила, ну, не дадим мы этим людям оставаться слепыми. Эти люди не полностью слепые, потому что у них всё-таки сохраняется боковое зрение, так как в центре сетчатки только эти изменения происходят. Но, тем не менее, видят они плохо. Вот эта компания решила, что не дадим мы этим людям слепнуть, не дадим мы этим людям, чтобы они оставались беспомощными в своей старости, и им необходимо было помощь кого-то, чтобы что-то прочитать, или деньги посчитать и так далее. И они придумали так называемые телескопические хрусталики. По форме действительно напоминает телескоп. Вставляется эта штука в глаз, но перед этим требуется, в общем-то, заменить свой природный хрусталик на искусственный, поскольку понятно, что если ещё одна штука будет пересажена перед нашим природным хрусталиком, то она обязательно вызовет катаракт. Вот, и поэтому сначала делается удаление природного хрусталика, ставится искусственная линзочка, и потом на неё, как бы, сверху одевают вот такой телескоп. И действительно, люди, которые не могли читать, в результате приобретают возможность, ну, я бы сказал, не мелкого шрифта, а прочтения, ну, он довольно убористого, но журнального, можно сказать, текста, или могут рассматривать, по крайней мере, в увеличении надписей на компьютере, рисунки компьютера и так далее. И самое главное, что эти люди могут посчитать деньги, эти люди могут поставить подписи под документами, эти люди могут, скажем так, увидеть звонок мобильного и посмотреть, кто же им всё-таки звонит. Вот, поэтому, конечно, это тоже огромный шаг вперёг. И, правда, я думаю, что у нас это всё-таки ещё вопрос довольно большого будущего. Хотя я пересадил, да, два таких хрусталика, мне удалось всё-таки найти, да, здесь, уже в Латвии, да, мне удалось найти возможность получить эти хрусталики, но, к сожалению, их цена просто зашкаливает, поэтому, конечно, для простого человека, для нашего пенсионера рядового они практически недоступны. Но всё-таки присадили, есть результат? Да, конечно, если бы не было, я бы сегодня не анонсировал ничего. Вот, и, конечно, конечно, самое интересное то, что действительно эти хрусталики помогают людям. Я бы не сказал, что читать мелкий шрифт в книжках или на компьютере, но вот ориентироваться и, по крайней мере, не считая себя заброшенными, найти для себя подходящие шрифты, размеры букв и так далее, это всё, уже можно всё делать и на планшетах, и на компьютерах, поэтому я думаю, что они как раз вот благодаря таким хрусталикам и могут выживать. Тем более, что такой хрусталик требуется только пересадить на один глаз, второй глаз это не требует, и это является так называемой хорошей социальной реабилитацией. Поэтому, как видите, наука не стоит позади, и дистрофия сетчатки сегодня тоже лечится. Но если мы будем говорить об атрофиях зрительного нерва, вот это самая большая наша беда. Атрофия зрительного нерва, что же это такое? Дело в том, что внутри глаза есть цепочка нервных клеток, одни из них составляют сетчатку, которая воспринимает свет и перепродуцирует импульс света в электрический, то есть происходит фотохимическая реакция в клетках сетчатки. И дальше этот электрический импульс каким-то образом должен попасть в кору головного мозга, где преобразуется в зрительное изображение. Так вот, доставляет этот электрический импульс в кору головного мозга, в те поля, где находятся клетки мозга, вырабатывающие зрительный образ, как раз зрительный нерв. И, конечно, он в рабочем состоянии до тех пор, пока его клетки активно функционируют, когда они могут работать передатчиками импульсов, когда они могут передавать постоянно информацию. Но при нарушениях кровообращения каких-либо, при сдавливаниях, при травмах, при тяжелых заболеваниях общих, таких как диабет, таких как ревматоидный артрит, таких как склерозы с мультиклис, то есть заболевания спинного мозга, вот как раз клетка зрительного нерва, или рассеянный склероз, это как раз те проблемы, которые вызывают атрофические изменения в зрительных нервах, когда клетки зрительного нерва теряют оболочки, в результате чего нарушается их проводимость, и таким образом образуются поля клеток, которые не рабочеспособны, то есть они как бы находятся в умертвевшем состоянии, и количество волокон, которые способны проводить нервные импульсы, резко уменьшается. Особенно это заметно на примере глаукомы, и мы уже об этом говорили, что основой глаукомы является не подъем внутриглазного давления, а как раз вот толерантность клеток зрительного нерва к изменению внутриглазного давления, потому что иногда бывает так, что и при высоком внутриглазном давлении зрительный нерв прекрасно функционирует, а бывает и так, что при сниженном внутриглазном давлении, которое в нормальных условиях является низким, клетки зрительного нерва перестают функционировать из-за того, что у них очень низкая толерантность. Так вот, сегодня нет таких препаратов, которые бы могли каким-то образом заместить клетки зрительного нерва. То есть нет у нас в руках препарата, который бы защищал зрительный нерв от внешних воздействий, от воздействий внутренней среды глаза и от давления. Поэтому, конечно, основными разработками сегодня в науке является создание препаратов или каких-то устройств для того, чтобы можно было бы защитить зрительный нерв от повреждений. И, в общем-то, сегодня уже на подходе такой аналог, я бы сказал, даже не зрительного нерва, а может быть каких-то клеток, которые являются аналогами зрительного нерва. Вся проблема в том, что есть так называемые нанотехнологии. Эти нанотехнологии, они связаны с микрочастицами, которые несут в себе определенную информацию и способны доставлять эту информацию. Или, если на них, надеюсь, скажем, лекарственные молекулы, они способны доставлять эти молекулы в нужное место. И вот как раз там очень много факторов, которые работают, но сегодня появилась возможность создавать такие микрочастицы, которые могли бы строить так называемые мостики. То есть, мостики между здоровыми клетками, скажем, зрительного нерва, обходя поля вот этих мертвых или нефункционирующих клеток. И эти мостики, они могут расширяться, они могут становиться толще, они могут как бы функционировать достаточно независимо от состояния сосудов, достаточно независимо от состояния внутриглазного давления. И самое интересное то, что эти мостики можно бесконечно долго вырабатывать. Вот, поэтому, как бы, первый шаг на пути к тому, чтобы победить атрофические изменения зрительного нерва, сегодня уже сделан. Единственная проблема заключается даже не в том, чтобы заменить чем-то зрительный нерв, а проблема заключается в том, чтобы достаточно качественно передать вот этот электрический сигнал в полном объеме тем зрительным путям и тем зрительным образованиям в коре головного мозга, которые отвечают за зрение. Вот этого пока добиться не удалось, и, к сожалению, это еще вопрос очень долгого обсуждения, потому что есть разные мысли, есть разные идеи, подходы к этому, но, по крайней мере, сегодня мы пока еще не видим окончательного варианта, который бы мог помочь вот как раз сделать стыковку зрительного нерва с теми зрительными путями, теми зрительными объектами, которые находятся непосредственно в коре головного мозга. Все-таки зрительный нерв – это периферический анализатор, то есть он находится вне мозга, несет информацию внутрь мозгового вещества. Поэтому, конечно, это соединение очень важно и необходимо. Но пока еще это все находится только в теоретическом состоянии. Поэтому, конечно, сегодня все-таки проблемы со зрительным нервом, если они есть, они, к сожалению, нерешаемы. И единственное, что нам остается, это, конечно, бороться с возможностью появления этих изменений или с теми основными заболеваниями, которые могут вызвать эти изменения со стороны зрительного нерва. То есть если это глоукома, то это понижение давления, если это какие-то воспалительные заболевания, то это соответствующие и локальные какие-то вопросы лечения зрительного нерва непосредственно, то есть инъекции или внутрь глаза, или за глаз, для того, чтобы подвести лекарственные препараты как можно ближе. Мне довольно часто задавали вопросы. Вот есть такие стимуляторы зрительного нерва, есть такие упражнения, которые могут стимулировать зрительный нерв, есть такие упражнения для глаз, которые могут помочь улучшить зрение, бороться с катарактой, с глоукомой и так далее. В общем, когда приходят пациенты на приемы, от них услышишь очень многое такое, скажем, о чем народ всегда мечтает, верит, но, к сожалению, это не играет абсолютно никакой лечебной роли. Вот и упражнения для глаз. Довольно часто мне говорят люди, вот я занимался упражнениями. Да, особенно после компьютера, и глаза устают. Вводил глазами вправо-влево, то есть закрывал глаза, открывал глаза и так далее. Но вся проблема заключается в том, что в глазу просто банально нет тех мышц, которые можно тренировать и работать с ними. То есть не дала природа глазу такие мышцы. Но на зрительных функциях тренировка мышц, отводящих, приводящих глазное яблоко, никаких особенностей не даст, и улучшение зрения тоже никогда не появится. Единственное, что может быть, это постоянное движение вверх-вправо-влево, является элементом самовнушения и возможности отвлечься от чего-то более тяжелого и таким образом дать возможность расслабиться хрусталику и соответствующим образом улучшить зрение вблизи. То есть избавиться от спазма, так называемого, аккоммундационного. Но это, еще раз говорю, не пытайтесь лечить какие-то заболевания глазные при помощи вот таких физических перемещений глаза, закрывания глазного яблока. Единственное, что может быть помочь в решении вот таких вопросов, как спазм, как появление первых признаков школьной безорукости. Это так называемая рефлексотерапия, то есть терапия по точкам. Если мы помним китайскую медицину, то есть такая акупунктура. Вот в свое время в Латвии, если вы помните, может быть, те, кто, по-моему, постарше помнят, был такой завод ВЭФ. И этот завод ВЭФ был первым заводом, который начал производить аппаратики в медицинских целях для рефлексотерапии, то есть для акупунктуры. А конструктором этого аппаратика был знаменитый наш профессор, который жил в Юрмале, который, благодаря тому, что он упорно занимался рефлексотерапией, акупунктурой, смог когда-то помочь выдающимся деятелям, я, правда, не помню фамилии, но кому-то он там смог помочь, партии и правительство. Ему, соответствующим образом, дали возможность построить целый институт. Институт рефлексотерапии. И руководил этим институтом наш профессор Фоман Григорьевич Портнов. И вот он был автором этого аппаратика для рефлексотерапии. И таким образом, этот аппаратик, скажем так, помог очень многим школьникам. Это первое. Второе оказалось совершенно невероятной историей у лечения этих глазных точек. Исчезал и нурез, то есть ночное мучеуспыскание у детей. Довольно часто вот этот психические расстройства у детей приводят к ночным проблемам. Оказалось, что лечение спазма аккомодации приводит к одновременно исчезновению вот этих проблем, связанных с... Успеем, наверное, под занавес эфира принять короткий звонок. Так время стремительно подходит к концу. Добрый вечер или добрый день. Слушаем вас, пожалуйста. Здравствуйте. Да, пожалуйста. Я хочу задать вопрос доктору. Вот, я регулярно проверяю зрение, мне 81 год. И вот однажды мне сказали, ну, это недавно было, несколько месяцев тому назад, что у меня на одном глазу произошло как бы выдвижение вперед. Оба глаза у меня оперированы по поводу катаракты. Я сходила в клинику на Деглова, ну, американскую называют, где оборудование хорошее. Ну, врач мне сказала, что это может быть какой-то дефект операции. Но сказала, приходите через год. А другая врач сказала, что я подняла что-то тяжелое. При этом зрение у меня не нарушено. Спасибо большое. Ну, тяжело, наверное, по телефону ставить диагнозы, даже непонятно в каком... Ну, движение глаза вперед, это для меня очень непонятно. Как оно могло... Я понимаю, что есть экзофтайм, когда глаз выпечен вперед. Да, при определенных заболеваниях. Это бывает при заболеваниях щитовидной железы, эндокринологических проблемах, ну, или заболеваниях орбиты. Ну, здесь не могу сказать, не могу комментировать, потому что действительно по телефону такие диагнозы не поставишь. Не конкретно. Да. Ну, в завершении, в принципе, и то, о чем вы говорили, и связанные вот с сетчаткой, изменениями, все-таки можно обращаться в клинику, если есть такие жалобы, в самом начале уже не дожидаясь, да? Да, у нас как раз очень часто происходят профилактические осмотры. Надо просто звонить по телефону 20-01-6997, еще раз, 20-01-6997, и записаться или на профилактические осмотры, или на просто прием к врачам. И там вас посмотрят, поставят диагноз, и, в общем-то, они дадут возможности развиться заболевания. Может быть, еще к этому, может быть, как раз, я думаю, тому, кто написал, нам по WhatsApp тоже, наверное, стоит обратиться по указанному адресу. Вот человек пишет, что если при стрессах кратковременно полностью пропадает зрение, или с цветного переключается на черно-белое, как это объясняет медицина? Медицина, наверное, объясняет спазм сосудов. И поэтому, конечно, для этого надо снять поле зрения, для этого надо сделать аппетическую гагеринтную томографию и посмотреть, что же там происходит. Все-таки стоит лучше обратиться к специалистам. Лучше к врачам, конечно, чем самим бороться с этим непонятным явлением. Непонятным, да. Спасибо большое. Встречаемся через неделю.